Всем привет! Это второй ролик о круизах, в которых мы были за последние пять лет. Это второй ролик из восьми. Ролик о кораблях 2022 года. Так как лайнеров очень много, то мы показали только избранную, самую интересную информацию о тех лайнерах, где мы были. В апреле 2022 года на исходе короны мы были в трансатлантическом переходе из Нью-Йорка в Британию на корабле «Норвежен Даун». «Норвежен Даун» — это норвежский рассвет, а не то, что некоторые могли подумать. За мною Нью-Йорк, передо мною круиз в Европу. Настроение отличное, хорошо пообедали, начинаем путешествие. Наш корабль небольшой. На корабле порядка двух тысяч, не больше двух тысяч пассажиров. Все молодые. Ну, возраст такой, что я среди молодых. В основном музыка, вязание, бассейн, казино, театр, рестораны, кафе, бары, магазины. Короче, народ не скучает. Мы спускаемся с девятого и саджа на восьмой. Здесь у нас бары. Здесь сигаретная комната. Здесь очередной бар. Лепестро. Здесь народу много. Это «Ля Кузина». Это ресторан. И за него надо где-то порядка 25 долларов доплатить на человека. На корабле есть французский, итальянский, бар и еще несколько платных ресторанов. Идем дальше. Посмотрим, что у нас есть. Это аква-ресторан. Вот аква. В котором мы иногда ужинаем. Есть два основных ресторана. Аква и Венеция. Мы плывем из Америки в Европу. Если точнее, мы плывем из Галифакса в Исландию. Погода была очень холодная. Сейчас потеплело. Солнце. Вода подогревается. И народ потихонечку начинает ползать на бассейн. Вот это буфет, в котором мы завтракаем и обедаем. Вот это бассейн. А это Атлантика. Пройдемся по кораблю по седьмому и шестому этажу, где распрощаются основные рестораны и сервисные службы. Итак, пошли. Вот здесь хелп-деск. Здесь я всегда задаю вопросы. Кто хочет драгоценности, я велкам. Фотолаборатория на корабле ненаглая. Фотографироваться не лезут. Хочешь фотографироваться, пожалуйста. Фотографии достаточно профессиональные. Небольшой концертный зал Близ. Здесь у нас сегодня была коктейльная вечеринка. У картинной галереи достаточно интересный ведущий. Очень приятный, русскоязычный, молодой человек, который почти в России не жил, а всю жизнь жил в Африке. И вот этот хозяин этого уголка, Лаврентий. Добрый день. Это я снимаю для своего ролика. О, как это мне так? Ну, добрый день всем. Дьюти-фри. Одно из Африки. Дьюти-фри. Вот. Если вы купите спиртное, его с удовольствием продадут. И недорого. Только вам его в руки, конечно, не дадут. А дадут в последний день вечером, перед высадкой. Много очень продается часов. Сумочки. Спустились на шестой этаж. Ну, по правилам, казино мы показывать не будем. На шестом этаже есть много ресторанов. К 14 мая потеплело, народ вылез к бассейну. Балгейну и Балгейну. Наше любимое место, где мы сидим, это балкон на девятом этаже. Здесь. С которого мы отлично видим. Арфриум. Все, что на нем делается. Его песни, его викторины. Мы пришли в ресторан Венеция. Пойдем внутрь. Ужинать. Можно ходить в разные рестораны, кафе. Ну, прежде всего, в буфете на 12 этаже. Там, где мы завтракаем, обедаем. И видеть то, что мы заказываем. Можно пойти в ресторан. Вот сейчас мы находимся в основном ресторане Венеция. В качестве супа нам принесли то, что называется куриным супом. Очень вкусно. А ты уже пробовала? Да. Суп оказался им, в самом деле, очень вкусным. Это хинкали с нарезанной курятиной. Вообще-то, я люблю свиные ребрышки, баранину или утку. Когда этого нету, то я на всех кораблях заказываю блюда, которые есть всегда в меню. И которые меня никогда не обманывают. Это нью-йоркский стейк. Какой непонятный кексик, но красивый. А у меня мой стандарт. Я на диете. И на всех кораблях я беру вот такой наборчик. Мы пришли на следующий день. Я заказал свой любимый онион-суп. А это мне принесли говяжьи ребра. Давайте посмотрим, чем у нас кормят на завтрак. Лишница. Все время беру вот эту картошку. Вкус с мясом, хотя это очень-очень вредно. Здесь у нас яичницу делают. Мы пришли на обед. Вообще-то, обедать и завтракать можно в ресторане. Ну, два супа. Это котлеты. Котлеты обычно бывают вкусные. Это свинина. Это что у нас? Это у нас курица. Это что-то похоже на стрижкишницы. А это что макароны такие? Это рыба. Тортошка. Это что-то такое даже непонятное. Это колбаски. Ободранная свинка. Морские гады, которых я не люблю. Это рыба, которая симпатично смотрится. Это курятина. Кстати, она здесь вкусная. Вот такую я сделал комбинацию. Буду кушать. Не могу не отметить еще одно произведение искусства. Даже кушать жалко. Это дело надо заснять отдельно. Тушеная баранья косточка. Мне принесли сегодня вот такую красивую говядину. Это произведение искусства надо фотографировать. Корабль заполнен где-то чуть больше, чем на 40%. Люди опасаются короны. Наш часок перед спектаклем. Вот часок. Так, thanks. 2, 3, 4. Вот это вот. Вы можете сделать это вот так, или вот так. И вот почему я показываю вам это. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В июле 2022 года мы были в круизе на Средиземном море на новом корабле Wonder of the Seas. Это родной брат тех двух кораблей класса ОАЗИС, которые я описал в первом фильме. Мы были с нашими друзьями. Вчетвером. Корабль еще красивее, чем первые два. В частности, нам очень понравилось. Шоу пиратов. Сегодня 4 сентября 2022 года. Мы идем на корабль Wonder of the Seas для круиза по Средиземному морю. Зашел номер. Ну ничего. Вот стол. Вот кровати. Вон там балкончик и чайки. Вот. Открывай ванну. Вот ванная комната. Ну ничего. Будем заселяться. Розетки в каюте. Вот две американские. Вот европейская. Это две USB. Снова американская. И снова европейская. Так. Наш стюард начал нас радовать. Во всяком случае. И на что это за животное? Собачка. Собачка. Была собака. Сегодня нам нарисовали слона в очках. Мы пройдем по пятому этажу и посмотрим, что здесь делается. Это танцевальный зал. Здесь несколько оркестров на этаже. Вот один из оркестров. Это один из буфетов. Идем дальше. Вот это тот самый танцевальный зал. Только с другой стороны. Вот шляпа. Около шляпы все любят фотографироваться. Идем дальше. Тут какая-то распродажа. Один из магазинов, где продают всякую ерунду. Это пиццерия для любителей пиццы. А с головой у нас звучит оркестр. Красивое кафе. О, наконец-то стало тихо. Красивое кафе, красивое название. Здесь спиртное. Сигареты. Но спиртное вы можете взять только получить при выходе с корабля. В пятом этаже вот мы идем по беговой дорожке. Эта дорожка очень длинная. Вокруг всего корабля. Я думаю, где-то около километра, если обойти весь корабль. А вот лодочки. Это лодочки, если что. На каждую лодочку обычно вмещаются, где-то я видел, 370 человек. Во всяком случае, количество лодочек гораздо больше, чем пассажиров и членов экипажа. В восьмом этаже находится Central Park с настоящими деревьями, кустами и травой. Это каюты с видом на Central Park. Не хотел бы я тут брать каюты. У тех кораблей класса ОАСИ, что я был, я уже был на трех, характерна такая стеночка из травы. С этой стороны Это спортивный этаж. Здесь настольный теннис и что-то типа баскетбола. И там еще что-то типа большого тенниса, но не совсем. Опа! Сейчас упадет ИУ. Нет. Здесь у этого страшного чудовища вот через эту трубу до самого низа можно полетать все желающие. Здесь четыре бассейна. Правда, плавать тут в такое время трудно из-за обилия тел. Вот здесь два бассейна мы видим. вот вот один вон второй Количество лежаков намного больше чем возможно людей А вот с той стороны сейчас мы подойдем Вот еще один бассейн А с той стороны детские там детские бассейны Вот здесь детский рай но жарко очень А это для смел все эти горки маленькие дети вовсю гуляют очень красивый вид из бассейна такие горочки а жена каталась я не знаю я не очень и они донизу идут вот тут красивый вид на гай идем на бродвог посмотрим что там чем бы дети не тешились лишь бы не плавали здесь не плакали здесь очень интересный аттракцион а это для взрослых деток и для маленьких это напоминает детство оказывается такие карусели еще существуют и на них любят кататься не только детки но и взрослые детки юные архивисты в метод в в в Мы пришли на лазерное шоу. В ожидании шоу пиратов, народ собирается около центральной линии. Продолжение следует... 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 еды на корабле, в частности, завтрака, что мы берем гораздо больше еды, чем мы едим дома. А потом дома начнем скидывать вес. А это экспозиция на завтраке. Точнее, в буфете кафе Гарден продолжает нас радовать. Мы пришли на обед в буфет. Это буфет, который находится на 11-м этаже. Как раз пик, пик обеда. Было много свободного места. Вот такая красивая цатка. Мясные блюда. Мясные блюда для похудения. Это все. Вот режут говядинку. Вот еще. Мясо. Вот еще. Вот я вижу курятина и говядину. Еда здесь вкусная. Очень вкусная. А ребрышки свиные и говяжьи просто сухие. Вся еда вкусная, но еда тут нету лоска. Нет хвостов омара. Я не видел баранины. Мало морской еды. Но меня все, в принципе, устраивает. Мы находимся в ресторане 4 сезона. Вот я специально. Чем нас кормят? Это закуски. И супы. Это классика. Это каждый день. Каждый день. А вот это блюдо дня. Сейчас, Иночка. Это блюдо дня. То, что именно сегодня. Вот. Горбылиц, наверное, горбуша. Люблю мягкое мясо. Сегодня мне угодили. Мясо мягкое и сочное. Я заказывал свиные ребрышки. А мне принесли. Будем смотреть, что это. Будем кушать говяжий суп. Яша, приятного тебе аппетита. У кораблю вот такие съедобные аппликации. Это все сделано из кремов и хлеба. И вот такие напитки. Можно ходить ужинать в кафе на 11 этаж, в кафе самообслуживания. Но мы предпочитаем ходить в ресторан, потому что тогда есть ощущение праздника. Итак, с праздником тебя, Яша, аппетита. Сегодня в меню ребрышки. Приятного тебе, Яша, аппетита. Да, сорти с ребрышками смотрится очень симпатично. Очень красивое оформление. Это вот то место, где люди подходят. Она говорит, что такой столик. А дюк выглядит ничего. Так, тут мне жена еще поскинет. Добавилось. А что это за баранина? Ну, будем кушать. Здесь находится бар. И можно шикарно пообедать. На открытой палубе. С очень красивыми видами. Я не могу не доставать Eren. Валя. Это всё не так от olез cider. Вот дома уг core. Он, говорю, я неogo chakra. ЧуюPresку. Продолжение в сочетании. Продолжение в кафе... Мы имеем святой отец, а он святой отец из капусты, красиво. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Праздновал 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok